Всем привет! Меня зовут Марина Маргунова и это полезная программа. Весенний и летний период – это время отдыха на природе. Теплая пора и почему бы не устроить небольшой пикник, отъехав за черту города. Как подготовиться и что взять с собой, расскажем в следующем сюжете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Многие наборы комплектуются не только пластиковыми емкостями с крышками, но и термоконтейнерами, сохраняющими температуру продуктов на несколько часов. И не забудем про такие приспособления, как решетка для гриля или же другими словами барбекю, которая является непременным атрибутом любого пикника. И ведь именно такой способ придает пище особенный несравненный вкус. Как вы видите, мы с легкостью подобрали основные предметы для нашего пикника и для любого кошелька. Самое главное – прийти в правильное место. Подготовились к пикнику по полной программе. И в изобилии ассортимента не смогла пройти мимо цветного стекла. Цилиндрическая форма. Объем от 240 мл. Высокие стаканы разнообразных расцветок и форм. Хайбол – одни из самых распространенных стаканов на сегодняшний день. В таком можно и нужно подавать коктейли. А сироп мы с легкостью подберем. Вот, например, грушевый. Или насыщенно арбузный. Разнообразие посуды для дома, новые коллекции, летние цвета и природные краски. Сковороды с современным антипригарным покрытием и кастрюли из жаропрочного стекла и керамики. А разнообразие форм для выпечки порадует любую хозяйку. Воспользуйтесь специальной возможностью приобрести пластиковую посуду со скидкой 20%. Дом посуды на Дудинской 1, строение 1. Телефон 220-13-17. Для современного человека боли в области шеи стали хуже привычным делом. Сидячий образ жизни и отсутствие активности. Но боли в позвоночнике могут также свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Где в Красноярске пройти диагностику и лечение, узнаем далее. Многие из нас слышали выражение «все болезни от позвоночника». Конечно, все болезни – это громко сказано, но то, что многие из них – это правда. Через шею проходит спиной мозг, через шею проходят две позвоночные артерии, и через шею проходят сонные артерии. Здесь же щитовидка, гортань, и все это стыкуется первым позвонком с черепом. А в область первого-второго опускается центр жизни продолговатой мозга. Смещение особенно первого и второго позвонка выключает этот центр из нормальной активной жизни. Возникают головные боли, бессонница, плохое самочувствие. На помощь приходит такая наука, как вертебрология. Она становится понятной тогда, когда болит шея, болит голова, головокружение, шум-звон в глазах, когда болит поясница, болит рука или нога. Вот тогда люди начинают искать, и выплывает слово вертебрология. Каждому человеку необходимо ежегодно проходить медицинское обследование. А вот лечение заболеваний, связанных с позвоночником, должно быть комплексным. Массаж – это не основная работа. Массаж – это подготовительно-вспомогательное к вытяжению, к мануальной и к шейной вытяжке. Для этого используются различные методики. В комплексе они дают прекрасный результат. К примеру, в основу вот такой системы декомпрессии положена идея создания условий псевдоневесомости и псевдовакуума в лечебных целях. Принцип аппарата декомпрессии лучше показать на примере. Если сжать губы и втянуть щеки таким образом, начинается активный приток слюны. Аналогично функционирует и этот аппарат. Он действует на поврежденный диск точечно, одновременно увеличивая уровень жидкости в нем. Межпозвонковый диск напитывается, восстанавливая свой первоначальный объем и массу. Грыжа диска перестает давить на нерв и за счет возникшего вакуума постепенно втягивается на место. Боль уходит. Важно помнить, что от состояния позвоночника во многом зависит, насколько правильно будут функционировать другие органы и системы. Клиника вертобрологии доктора Савика, полная диагностика позвоночника, весь спектр терапевтического лечения, проверенные методики мануальной терапии в комплексе с современными аппаратными техниками. Забудьте про боль в спине. Телефон для записи 246-0202. Наступает, пожалуй, самый ответственный этап для родителей и учеников – экзамены. Накануне большинство из них испытывают страх, волнение и беспокойство. Такая психологическая неустойчивость может привести к ухудшению памяти, головным болям и общему недомоганию. Но без паники неврологи знают, как подготовить ребенка перед ответственным периодом. Продолжение следует... Настоящий компьютер, чьи возможности практически неисчерпаемы. Просто нужно дать ему небольшой стимул, чтобы он заработал на полную мощность. А для этого есть специальный комплекс-методик. Такой комплекс направлен на то, чтобы улучшить мотивацию к учебе, убрать нервное, тревожное состояние, рассеянность и даже плаксивость. Именно так проявляется страх перед экзаменами. Даже если человек хорошо к ним подготовился. В жизни каждого человека существуют моменты, когда ему приходится сдавать экзамены. И не важно, как эти экзамены называются, ГИА, ЕГЭ, сессия или получение диплома. Для каждого человека это всегда стресс. Для того, чтобы помочь человеку, существуют специальные программы, направленные на повышение самооценки, успеваемости, стрессоустойчивости, для повышения работы памяти и работы мозга. Пройти подобную программу можно всего за две недели. Она абсолютно безболезненна и принесет вашему ребенку максимальную пользу. Просто каждому родителю нужно заранее об этом позаботиться. Пациент не испытывает дискомфорта. Эта процедура предназначена для людей, у которых большие умственные нагрузки, в том числе и экзамены. Кстати, слова специалистов подтверждают и маленькие пациенты. Для ребенка такая процедура похожа на расслабляющую медитацию. Никаких неприятных ощущений нет. Просто немного спать хочется. Таким образом, чтобы сдать экзамены на «Отлично», нужно всего лишь воспользоваться современными технологиями и разбудить пока еще спящие ресурсы нашего природного суперкомпьютера. Центр здоровья «Виктория», клиника детской неврологии. Город Красноярск, улица Академика Керенского, 71. Телефон 202-33-77. На этом у меня все. Вы смотрели полезную программу. Все вопросы и комментарии вы можете оставлять на нашей страничке ВКонтакте. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова